Я узнал его, когда начал изучать его со стороны его духовной жизни. Узнал его глубже, потому что неожиданно для меня обнаружил многие вещи для себя, вот лично очень близкие. Первое, что я обнаружил, что он был искренний вегетарианец. То есть он не ел мясо. Это мне очень близко. Хотя я не против тех, кто ест мясо, это тоже нормально. Но Евтолстой был вегетарианцем. Он очень сильно, и он это не соображение делал, как вегетарианец, потому что у него гастрит. Или у него язва желудка, ему уже мясо как бы съело и приступ начался. Нет, он это делал чисто из этических соображений. Он как бы был против убийства животных. Он говорил, что мое вегетарианство – это мое понимание жизни, а не моя диета. Понимаете? То есть он с эстетических соображений, с поражением нравственности был таким человеком. Следующее, что во мне очень сильно импонирует, в нем очень сильно импонирует, это то, что он, несмотря на то, что он был глубоко верующий человек, у него была своя вера, своя культура религиозная. При этом он очень сильно хотел мира между духовными и религиозными культурами. Это то, что вот у меня тоже в моем сердце сильно откликается, просто конкретно. Потому что мой анализ показывает, что все величайшие войны в истории всегда возникали между разными взглядами на жизнь, разными верами. Ну, допустим, у Гитлера одна вера, у Ленина была другая, у Сталина. Понимаете? То есть там много всяких крестовых походов, много всяких террористов уже пережила наша земля. И воины в основном были из-за веры. В основном люди разных вер воюют. Иногда бывает и по-другому, сейчас из-за нефти воюют. Но так или иначе, как бы, вот раньше, по крайней мере, в древней культуре и сейчас тоже разные религиозные взгляды, они вызывают у людей очень нехорошие чувства. Например, я в Москве когда жил, я проходил мимо синагоги, и один человек рядом с синагогой стоял, он весь белый был от злобы, и орал на синагогу. Там людей не было никаких вокруг, но он орал на синагогу. Он орал, убирайтесь отсюда, мы вас ненавидим. Вот, и как бы, я не знаю, кому он конкретно, если он говорил евреям, то я тоже, у меня есть еврейский кровик, как бы, наверное, он мне это говорил тоже. Но мне хотелось подойти и спросить его, а за что ты меня ненавидишь? Хоть я и не иудей, то есть я не исповедую эту веру, но что он имел в виду, когда он говорил, убирайтесь отсюда? Что он имел в виду, что это иудеи, или что это еврейские крови у людей есть? Что именно он, как бы, в своем вот этой злобе, как бы, выражал? Чтобы он не выражал свои злоби, у меня в сердце, как мне кажется, в моем сердце, это неправильно. Вот мне кажется, что это неправильно. И это неправильно, оно же рождает серьезные штуки в нашем мире. Оно рождает кровопролитие, злобу человеческую, ненависть и много разных вещей ужасных рождает. И я, когда увидел эту книжку Льва Толстого, мое сердце просто, оно взревело от радости. То есть, книжка очень простая. Лев Толстой издал календарик мысленно на каждый день. И в этом календарике он высказывания с разных духовных традиций, культур, разных философов, мыслителей давал. Древности, современности и так далее. Высказывания, которые ему близки сердцу. То есть, понимаете, человек относился к знанию не с позиции «моё, не моё», а с позиции «принимаю я это сердцем или не принимаю?» Потому что в знании есть ведь много, в разных культурах, традициях есть много общего всего. И если я принимаю это сердцем, то я добрый человек, по моему мнению. И Лев Толстой был добрым человеком. Он, понимаете, принимал вот это создание Бога во всей его красоте. То есть, во всех его разных гранях. Понимаете, он создал вот этот мысленно каждый день календарик. По факту, я так думаю, что не для всех. Он просто для друзей там этот календарик как-то сделал. Потому что это было тогда слишком революционно. И даже вегетарианство в то время в России это было дико. Это было дико. Люди не понимали, что это значит вообще. Было всего несколько вегетарианцев по всей России. И это было диковато так вот, как бы от мяса отказаться. Но Лев Толстой необычный человек. И у него всё равно было дико или не дико. Принимают его в общей массе или нет. Он просто хотел людям донести истину. И вот одна из его истин такая. Он взял просто и все религии и направления мыслей объединил в одном таком календарике небольшом. Который он показал свои чувства по отношению к этому миру, ко всему. Что он имеет доброе чувство ко всему, что здесь происходит. Кроме ненависти. Понимаете? И я такое же чувство испытываю в моём сердце. И поэтому я хотел бы это знание доносить. Мне хочется, чтобы люди слышали о том, как Лев Толстой отзывается о разных духовных культурах. И это чувство, оно ведь очень потрясающее. У меня тоже есть своя духовная традиция. Я не хочу в неё вдаваться в подробности, если вы хотите узнать. Наберите в интернет фамилию Толсунов. И там много будет злобы, ненависти по отношению ко мне. И также хороших чувств. Понимаете, когда касается веры человека, то начинается очень истерично всё. Становится очень истерично. Так же, как, допустим, девушка вышла замуж не за меня, а за кого-то другого. Как первая реакция какая? Как я к ней отношусь? Плохой человек. И это проявление любви. Мне кажется, те люди, которые на меня ругаются в интернет за мою веру, у них какое-то доброе чувство ко мне глубокое. Было, наверное. Может, в прошлой жизни. И сейчас оно выражается в такой вот отчаянии, что гад такой, почему не к нам? Вот. И я тоже добрые чувства к этим людям испытываю, потому что просто что-то написать про человека, это же время надо затратить. И это признак любви, что люди уделяют внимание, как бы мне не пишут о чём-то. Иногда это правда, иногда это чуть-чуть правды, иногда я удивляюсь. Узнав о себе, что-то новенькое. Я, например, никогда не знал о себе, что у меня опять браков. Первое слышу такую информацию. И так далее. Ну, то есть идея в чём заключается? В том, что всё это то, что мы здесь обсуждать не будем. Потому что я не хочу сейчас представляться перед вами, как человек какого-то духовного направления. Попытайтесь это понять. Мне комфортно общаться на эту тему с теми людьми, которые такого же духовного направления. И можно там в рамках своего направления обсуждать какие-то вопросы там, самосовершенствования, связанные с этим направлением. Но я сейчас вот здесь вот пришёл по другому поводу, потому что я человек нашей страны. Я люблю людей, которые живут здесь. У них есть у всех, у каждой веры. Я люблю эти веры также. Я потому что изучаю всё это серьёзно. И мне нравится, допустим, ездить на православные святыни. И мне нравится ездить в Казани огромный мусульманский вот эта мечеть, красивейшая просто. Мне нравится вот эта вся культура, она многообразная очень, понимаете. Она очень красивая. Мне нравится то, что Лев Толстой точно так же воспринимал этот мир. Это значит, что я, по крайней мере, один человек меня понимает. Вот, ну то есть, вот как бы попытайтесь понять, что я, ну какое у меня послание вот к этой аудитории. Не религиозное, как меня обвиняют. Нравственное. Нравственное, культурное. И это послание очень важно, потому что, понимаете, проблема заключается в том, что простые элементарные вещи, вот сейчас вопросы задавали мне, простые элементарные вещи, которые должны в школе изучаться. Мы сейчас не изучаем по той причине, что мы или фанатеем в каком-то направлении религиозном, и сразу там у нас какие-то высокие идеалы, или мы вообще просто тупо учимся работать. Вся школьное, все школьное образование институтское направлено только на то, чтобы человек научился работать и получать деньги. Но это же безумие, понимаете. Просто мы живем в этом безумии. И когда просто в элементарные вещи какие-то, простое образование, которое нужно человеку для обычной жизни, понимаете, мы получаем, и глаза округляются. Понимаете, это образование крайне необходимо сейчас. У нас нет элементарных представлений, как строить отношения друг с другом, как жить вместе, как воспитывать детей, как относиться к своей жизни. Потому что вот женщина мне, вот спасибо ей, что она смело высказывалась, она мне сказала, что она человек Сибири, живет в Сибири. И дайте нам для Сибири нормальную практику здесь. Но я-то, понимаете, я вот не считаю, что я живу в Краснодаре. Понимаете, потому что мне в Краснодаре осталось 20 лет максимум. А потом я вообще не знаю, где я буду жить. Понимаете, в Краснодаре или в Урупинске, или я хвостом буду вилять. Понимаете, я не знаю, куда я попаду, в какое тело и в какую жизнь. Но я знаю точно, что я буду жить дальше. И также я знаю точно, что когда человек занимается, вот сердце свое, сердце свое, сердцем занимается со своим, о чем мы сейчас будем вот здесь писать, читать и размышлять, это никогда не расстается с ним. Это все религии, все духовные и нравственные направления в один голос говорят, что это вложение вечное. Вот если мы что-то поняли глубокое в своем сердце, где бы мы ни родились в следующей жизни, это вечное вложение. И оно всегда будет реализоваться в человеческой жизни, в тех условиях, в которые он попал. Если он будет Чунга-Чангой, значит, он как Чунга-Чанга будет сердце открывать. Если он будет, допустим, там индейцем в прериях где-то скакать, значит, он будет как индейц сердце свое открывать. Понимаете? Но это одно и то же, просто это разные оболочки, как бы разные внешние какие-то вещи. У кого-то Сибирь, у кого-то там, я недавно в Сочи лекции читал. У кого-то, увезу тебя, я в твоем другу увезу. То есть у кого-то там, но везде одно и то же, понимаете? Везде сердце человеческое, оно одинаково. Мы сейчас будем об этом, о человеческом сердце, в разных религиях, в разных местах жизни, в разных традициях, культурах. Об одном и том же будем говорить сейчас с вами. И книга «Мысли на каждый день» Льва Толстого начинается с одного эпизода, для меня тоже очень значима. Я тоже с него начну, это тем более по нашей теме сегодня. Радость совершенная, счастье. Можно вот этот листочек кому-то раздалить, тема лекции. Мне тоже бы неплохо раздать. Есть? Листочки у вас такие есть? Спасибо вам большое, чтобы следовал пути. А где моя лекция? Нету, да, объявлений, как говорят? Ну ничего, нормально. Это еще лучше, то есть мы просто собрались и все. Это вообще супер. Ну ладно. В общем, обычно я на этом семинаре говорю о трех вещах. Что такое счастливая жизнь, радость совершенная в жизни. Что такое совесть. Вот. И если мы дальше немножко продвинемся, будем еще о каких-то глубоких вещах говорить. Ответственность там и так далее. Давайте начнем вот о радости совершенной или счастливой жизни. Об этом рассуждает в своих записках святой Франциск Кассийский. Эта необычная личность для меня является величайшим примером духовного подвига. Можно бесконечно много рассказывать о его жизни и его учении и так далее. Но вкратце он исповедовал католическую веру. И вот сейчас он в нашей беседе направляется к парцам Кюрю из Перузы со своим учеником, которого он называет брат Лев. Итак, однажды зимой Франциск шел с братом Левом из Перузы по аркцам Кюрю. Было холодно. Так холодно, что они дрожали от стужи. И Франциск позвал брата Лева, который шел впереди, и сказал ему, «Брат Лев, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример святой жизни». Зачем-то он это ему сказал, важную такую фразу. «Святой жизни пример подавали». «Запиши, однако, что не в этом радость совершенна». То есть, смотрите, все вот эти беседы философские, они даются на разные уровни людей. То есть, смотрите, первый посыл был такой, что надо подавать пример святой жизни, и что это даст какую-то радость сердцу. Но дальше Святой Франциск сказал, «Иди за мной, брат Лев, я тебе скажу еще большую радость». Но давайте хотя бы на этой радости остановимся подавать пример святой жизни. Остановимся, что это вообще такое? Зачем это вообще надо? Надо ли нам подавать пример святой жизни или не подавать? И как у нас это наше сердце, оно это откликнется? Будет ли у нас сердце от этого какая-то радость? Пусть даже Святой Франциск считает, что это для него радость несовершенная. Насколько она для нас будет совершенной, я бы хотел об этом сейчас поговорить. Ну, на простых каких-то вещах. Допустим, что такое верность? Это жена, допустим. Кто хочет, чтобы у него была верная жена? Поднимите руки. Если не подняли, значит у вас... А кто не хочет? Все хотят. А вы не хотите, чтобы у вас была верная жена? Чтоб изменяла хотите? Хорошо, это ваше желание. Я не против, я не могу никак как бы возражать в этом плане. Если вам нравится такая жизнь, то нет проблем. Тоже это все зависит от глязов, от философии мышления. Видите, мужчина хочет, чтобы жена была верная. Видите, женщины напряглись. Некоторые даже высказывали. А он сам поверный, гад такой. Что по-моему, там, это... Видите, напряжение пошло по залу. Представляете, почему напряжение? Ну, потому что... Ну, что значит быть верной женой для женщин? Вот она красивая. Женщина понимает, что она красивая или нет? Конечно. Интересно, она лучше понимает, что она красивая, чем ее муж или нет? Лучше понимает. Видите, смотрите, интересно. Она даже лучше понимает, чем ее муж, что она красивая. Я очень сильно удивился, когда молился, настраивался на женскую природу. Я одну вещь почувствовал, я очень сильно этому удивился. Я увидел такую картину, мне Бог в сердце дал понимание, что такое женская природа. Я увидел девушку такую молодую, симпатичную. Она подошла к зеркалу, посмотрела на себя и подумала, «Господи, какая я красивая! Неужели я этому дураку достанусь?» Согласна женщина, что есть немножко вот у женщин вот такое внутри? Они знают свою красоту, ценят это. И что такое верность? Верность — это не просто «я достанусь этому дураку», а это значит, что больше своей красоту никому нельзя показывать. Потому что если покажешь, то дальше что происходит? Черные глаза! И так далее. Со всеми вытекающими последствиями, понимаете? Ну, то есть, как быть верным мужу? Это же не просто быть верным. Если ты такая красивая, вся из себя, вот, и никому не улыбаться, а если улыбнулась, то можно же не тому улыбнуться. Хорошо улыбнулась, и он так, ну, посмотрел, нормально, понравилось, пошел дальше. А если улыбнулась, и он такой оцепенел. Тогда возникает вопрос, а как я сама среагирую на это? Вот мой муж не цепенеет, когда на меня смотрит. Сразу возникнет вопрос, а зачем мне это все надо? Потому что я улыбнулась кому-то, и он сразу раз оцепенел. Захотелось вдруг сказать. Да, помните, я, как бы, у меня несовершенный голос и несовершенный ритм, но я люблю петь. Вам придется к этому привыкнуть. Как-то летом на рассвете заглянул в соседский сад. Там смуглянка, молдаванка собирала виноград. Что дальше произошло? Я краснею, я бледнею. Захотелось вдруг сказать, встанем над рекою, зорьки новые встречать. Но он пока не узнал, он нас замужем или нет. В чем вопрос? Проблемы в этом заключаются. Знаете, вот интересный момент вот такой. Что такое верность? Верность это сложная штука для женщины. Потому что женщине же хочется почувствовать вот эту вот настоящую любовь. Ну что, мужчина реально вот ее оценил. Вот она вот родилась вот такой, и ее оценили вот такой вот. Как она себя ценит? Она же знает свою красоту внутреннюю. И надо, чтобы кто-то еще узнал. И по факту, вот хорошо сейчас проведем исследование. Поднимите руки девушки или женщины, которые считают, что их муж на самом деле на 100% оценивает их красоту. Поднимите руку. Так, редковато в зале, редковато. Ну, 5% всего аудитории. Думаю, что половина из тех пяти, это когда то, что мужья рядом сидят. Поднимите руку, у кого мужа нет рядом, и она считает, что муж реально оценивает ее красоту. Уже поменьше. Но все равно есть такие. Есть такие. Есть такая духа в этом слое. Здорово. Ну, мало. Мужики что-то грустнели. Мало. Некоторые подумают, да сколько вам надо, чтобы вас оценить-то? Ну, сколько надо вас оценивать вообще? Некоторые отчаяния даже. Даже не знают, сколько надо, чтобы женщина увидела, что ее оценили, ее красоту. И это бы дало естественную верность. Но так как это практически невозможно, это очень сложно оценить женскую красоту на все 100%. Потому что мужики, женщины, я вам по секрету скажу, все деревянные. Им очень трудно реально это оценить, красоту женскую. Деревянные, немножко деревянненькие. Знаете, ну чуть-чуть так, слегка. И вот этим деревянненьким надо быть верной. Зачем? Кто может ответить на этот вопрос? Зачем? Для себя. Да, для себя. А в чем? Ну вот, я очень сильно согласен с вашим ответом. А почему для себя? Что это? Вот женщина в возрасте, опыт большой. Так? Благочестие женщины копится. Ну и что она копится? Потом помляет с этим благочестием. Надо же что-то, чтобы было в жизни-то. Уверенность в себе дает. Так, супер, спасибо. Благочестие тоже принял, принял. Просто мы говорим о счастье сейчас. О счастье. Вот что верность, какое счастье дает? Потому что неверность дает много счастья. Все уже это знают. А вот верность, какое счастье, никто не знает, поэтому и никто этим не интересует. А? Совесть чистая. И? Совесть чистая. И? Спокойствие становится, да? Спокойно становится. Вас все что-то не... Сохранение семьи дает возможности. А вы согласны, что верность дает сохранение? Кто считает, что верность не дает сохранению семьи возможности? То есть верная и не сохраняется семья. Не только верная. А если я сделаю утверждение, что только верная и семья не может распасться, это смелое утверждение будет? Смелое. Давайте я объясню свою позицию, хотите? Вот смотрите, как психика... Я мужчина. Как психика мужчины работал. Вот у меня жена, она имеет чувство собственного достоинства. Она может мне сказать все, что она считает нужным, потому что она близкий человек. Но при этом она, когда смотрит на меня, я вижу, что она чиста передо мной в отношениях полностью. В этом взгляде женском все видно. Чистота. И мужчина четко это понимает. Чиста или не чиста в отношениях. У меня будет возможность уйти или нет? Смотрите, если она верная, ну, забитая такая, зачуханная, это верность какая? Знаете, из страха. А вдруг я потеряю, поэтому я верный. Из страха, понимаете? Ну, типа, значит, я что-то значу, так? Я говорю, да у меня таких, как ты, может, 50 быть. Я просто тебя взял, потому что тебе повезло. Знаете, результат вот такого поведения женщины, такая зачуханная верность такая, из страха. Он наглеет начинает мужчина. Но если говорить о верности, о чувстве верности, то верность это другое чувство. Верность это когда женщина, она настолько верна ему, что она может ему сказать всю правду в глаза. Причем сказать так, что он принял. Это его верность уже. Верность это не страх. Что такое верность? Это пример святой жизни. Попытайтесь понять, что такое святость. Святость это не за углом. И не то, что какой-то там такой человек необычный, и у него сияние исходит из него, и он вообще не отсюда, не из земли. Верность это наша жизнь. Ну, святость это наша жизнь. Она в жизни нашей проявляется. И святость это штука такая необычная. Потому что когда человек хотя бы капельку этой штуки проявляет в своей жизни, дальше начинаются удивительные вещи к судьбе происходить. Удивительные вещи, которые радость совершенную дают мои хорошие. Понимаете, никто мне не ответил на вопрос, зачем нужна верность. Другие отношения. Понимаете, другие отношения. Вот, допустим, ну, сексом позанимались там, ну, с одним, со вторым, с третьим. Я вам сейчас песенку спою, часто ее пою на лекции. Но вы ее послушайте, она очень важна для нашей жизни. «Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор». Понимаете, о чем я сейчас говорю или нет? Это ведь не достигается просто с помощью того, что мы захотели так поговорить. Душевный разговор достигается с помощью того, что ты пример святой жизни показал своему близкому человеку. Понимаете, вот для чего верность нужна. Что вот эта радость совершенная бывает от душевного разговора. Люди могут по 20 лет прожить вместе, и они ни сердце друг другу не откроют. У них не будет этого душевного. Они будут говорить о делах, о детях, обо всем. Но душевный разговор – это совсем другое. Душевный разговор – это когда ты сердце, самое что-то важное, сокровенное, близкому человеку можешь открыть, и он на тебя не нахамит, не наругается, в обиденную не попадет, выслушает, примет, за руку возьмет. Скажет, мне больно это слышать, но это правда. И я буду стремиться правильно жить рядом с тобой. Когда ты человеку можешь простить, принять его откровенность, в том случае, если он для тебя что-то необычное в жизни сделал, необычное. Просто быть вместе – это обычная вещь. Все живут вместе, потому что боятся быть одному, остаться. Это просто эгоизм. Но вот верность – это необычная вещь. Это когда женщина не улыбается чужим мужикам. Просто потому, что она хочет душевного разговора. Она хочет радости совершенной испытать в отношениях. Не просто, чтобы он жил рядом, на работу ходил, кормил детей. Это же обыденность. А вот настоящего почувствовать в отношениях непросто. Понимаете, непросто. И когда человек пример святой жизни подает, а верность – это и есть пример святой жизни. Некоторые мужчины говорят, что все женщины должны быть пьяными. Вопрос – кому, мой хороший? Кому? Потому что женщина – это факт. Она будет верная. Вопрос – для кого? Ты посмотри на себя. Ты заслуживаешь, чтобы тебе верной жена была или нет? Вот в чем вопрос. Иногда муж не заслуживает, чтобы жена была верной. Но если женщина при этом, несмотря на то, что он не заслуживает, ведет себя таким образом с ним, у него в сердце возникает штука, которую он остановить не может. Эта штука называется благодарность. Он может внешне чего угодно говорить, делать, но вот тут возникает штука этой. С ней ничего не сделаешь. Не вырвешь, не вырежешь, не закроешь, не запретишь. Если человек сделал такой поступок сам, несмотря на то, что ты недостойный, возникает благодарность. Понятно, что каждому мужику хочется. Она должна быть верной. Я таким родился. Как я иногда смеюсь, мы с женой шутим. Она меня оденет хорошо. Я говорю, смотрю, какой я чистенький. Видишь, я такой по природе. Она смеется. Это она меня сделала чистеньким. Она гладила, там стирала. Видишь, я чистенький, а по природе такой чистенький. И она смеется, она понимает, что я шучу просто так. Так мужчина считает, что по природе, по его, жена его должна быть верной. Она должна его кормить вкусно, по природе, по его. Просто потому, что он такой хороший, поэтому жена должна вкусно кормить. Не факт, мой хороший. Что она должна тебя вкусно кормить, потому что ты такой хороший. Вкусно кормить — это сердце отдавать человеку. И за это надо быть всегда очень благодарным в жизни. Видите, благодарность — это из подвига исходит. Женщина считает, что мужчина должен деньги для нее зарабатывать. Но не факт, что это просто женщине деньги отдавать. Ведь хочется их себе взять. Хочется. У мужчин тоже есть планы на деньги. На деньги у всех возникают планы. Только деньги появляются, сразу все деньги расписаны. Они никогда не бывают без планов. Но интересно, что женщины, они расписаны одним образом, на мужчин и другим. И часто это не совпадает. Видите, поэтому раздоры возникают, что они не понимают меня. Но что такое верность? Женщина, она, ей хочется улыбаться всем, например. Хочется улыбаться. Не как мать, не как дочь, а как женщина. Но она выбирает такой путь. Она хочет радость совершенную почувствовать в отношениях со своим мужем. Вот этот душевный разговор ей. Хочется этого в жизни получить. Чуть-чуть хотя бы. Радости совершенной хочется получить. Я в Риге читал лекцию разок. После лекции у меня тогда были консультации, было помоложе, больше сил было. Я оставался с людьми еще часика на два пообщаться, поговорить. И ко мне подошла пара, муж с женой. И ему же был важный вопрос. Нужен ли живой наставник в жизни? Нужно ли развиваться так? Не просто там на небушке фотография висит. А нужно ли в жизни вот именно человеку какому-то верить в его слова и следовать за ним? У него два высших образования было у этого человека. И он был уже не молодой. Он был завкафедрой и такой ученый человек. И уже в возрасте. И они с женой прожили всю жизнь вместе с 18 лет. И он со мной говорил очень внутренне, очень глубоко и напряженно. Мы с ним общались. И когда он сказал, я понял, я понял, что человеку нужен живой наставник. В этот момент по его судьбе жизнь его закончилась. Потому что у него случился инсульт. И на глазах у своей жены он начал оставлять тело. Но даже не об этом как бы мой разговор сейчас. Мой разговор сейчас о другом. Мой разговор об этой женщине. Потому что когда он оставлял тело, я смотрел в ее глаза. Не могу не смотреть, я психолог по природе. Потому что я занимался этим человеком и спасал ему жизнь. Хотя я видел, насколько большой разливается очаг в его голове. И скорая помощь уже подъезжала. Он оставил тело не там. Он оставил тело в реанимацию. Но так или иначе, жена все понимала, что происходит. И я все понимал, что происходит. Я смотрел на ее глаза. Я в глазах увидел ни страх потери близкого человека, ни отчаяние, ни мольбу, сделайте что-нибудь. Я увидел в его глазах глубокую благодарность за все, что было. Я увидел в ее глазах вот эту верность, понимаете. Вот эту чистоту, вот этот сердечный разговор я увидел в ее глазах. Я увидел в этот подвиг, который они вместе прожили вдвоем. И когда она пришла после похорон мужа ко мне поговорить, я видел в ее глазах то же самое. Она говорит, я не могу понять, Олег Геннадьевич, это правильно или нет? Объясните мне, пожалуйста. Я, первое, не почувствовала разлуки, как будто мы вместе остаемся. Второе, у меня нет слез. У меня есть радость, что вот так всю мы прожили нашу жизнь. У меня есть радость за эту нашу жизнь честную. И как бы у меня есть только хорошее чувство к нему. У меня есть разлука, я чувствую разлуку. Но у меня нет слез, у меня нет отчаяния, нет скорбь, как обычно ребут. У меня есть желание думать о нем постоянно, желать ему счастья, молиться о нем. Это правильно или нет? Потому что это необычное чувство. Люди мне спрашивают, а что ты не плачешь-то? Не знаю, что им сказать. И сложно было мне что-то либо сказать в этот момент, потому что сказать, что это правильно, мало. и похвалить ее было бы скупо, потому что я не сдал этот экзамен в своей жизни, она уже сдала. И как бы что-то ей сказал тогда, но я не об этом сейчас веду свою речь. Я веду свою речь о том, что не всем нам в жизни удастся испытать это чувство. Потому что не каждый из нас в своей жизни цену отношениям правильную отдал. А почему? Потому что мы даже не знаем, зачем это надо. Вот я спросил, зачем быть верной. Никто почти не сказал об этом. Ну, кто-то, ну, семью сохраню, хорошо. Но это не стоит того, понимаете? Просто семью сохраню, не стоит того. А вот это чувство радости совершенной, когда сердце, вечность чувствуют, глубину отношений, чистоту, что этот человек не зря мне достался в жизни, что Бог мне его послал. Все это испытать непросто в нашей жизни. И вот об этом Святой Франциск говорит. Он говорит, хорошо бы, если бы наши братья по всей земле подавали вот этот пример Святой Жизни и испытывали радость совершенную в своей жизни. И испытывали бы это чувство. Потому что, понимаете, люди сейчас забыли о том, вот это, зачем это надо. Зачем надо вот для жены работать, убиваться в своей жизни и просто честно приносить ей зарплату. Зачем это надо? Зачем надо, когда девушка хорошая сидит на работе, телочка, ты чувствуешь, что как бы может быть твоя. Надо чуть-чуть только с ней поговорить и все. И там уже все остальное уже автоматика пошла. Автоматика. И вот почему же мне вот своей жене-то надо отдать свою жизнь? Почему же телочек-то мне нельзя заводить? Да можно, конечно. Кто против? Ты можешь сам жить, как ты хочешь. Никто не запретит. Но вот испытываешь, испытаешь ты потом в отношениях со своей женой, кстати, даже со своими детьми, в отношениях радость совершенную или не испытаешь. Вот здесь извини уже. Здесь уже извини. Потому что некоторые люди, они живут какими-то примитивными вещами. Мне нужны деньги. Ну хорошо, а зачем они тебе нужны? У меня такой случай был. У меня есть один знакомый на Украине. Он богатый очень человек. Он тоже слушает лекции, мы с ним общаемся на эти темы. И один к нему пришел, мне говорит, надо 4 миллиона долларов заработать. Ты можешь мне помочь. И тот говорит, хорошо, я тебе помогу. Скажи мне, зачем они мне тебе нужны. Распиши мне, зачем они тебе нужны, эти деньги, и я тебе помогу. Он был как-то при правительстве, влиятельный человек. И тот больше не приходил, понимаете? Он не смог объяснить, зачем ему нужны эти деньги. Потому что если писать просто, мне нужно, вот оно что, я дом себе хочу купить. Там еще что-то. Это не объяснение, понимаете? У тебя и так есть уже дом. Куда тебе еще дом? У тебя нормальный дом, зачем тебе больше? Что ты в футбол в нем будешь играть, что ли? В этом доме за 4 миллиона баксов. Футбол на 15 лет. Жить-то немножко осталось. Если человек реально может зарабатывать, ему уже, значит, больше 40. И что тебе там, в футбол в этом доме, ты сколько поиграешь? Еще 10 лет, и геморрой уже не даст играть в футбол. Зачем ты тебе тогда такой большой дом нужен? Это те вопросы, которые он хотел ему задать. Но тот не пришел просто. Хотя была возможность 4 миллиона заработать. Не пришел, потому что понял, что сказать нечего. Сказать нечего. Честному человеку. Так у нас есть много вещей внутри, вот в сердце. Много таких желаний каких-то крутых. Мы как бы верим в них. Но понимаете, люди настоящие, такие как Лев Толстой, они изучали, что такое счастье. Они пытались понять, где больше счастья. Понимаете? И больше... О, смотрите, интересно. Зачем звонит телефон у Олега Геннадьевича? Как вы думаете? Затем, что он забыл сказать, что телефоны надо выключать во время ревиза. Сейчас мы уберем и все. Выключайте, мои хорошие. Сейчас прям на самом важном месте. У вас зазвенит уже, а не у меня. Давайте, да, выключайте. Это ваша верность будет провязать. Не хочется выключать. А надо. Ну, хотя бы на беззвучный режим поставьте. Спасибо.